Наташа, мне нужно еще посуду помыть. Ну давай. Да? Наташ, куда пошла? Кран ты не закрыла? И что? Воды так много, на всех хватит. И быстрец, и снегиревка, и лятка. А ты из реки воду пьешь? Да. Ты только представь, какой путь проходит вода от реки до нашего дома. Какой же? А давай вместе проследим путь воды от реки до нашего дома. Но сначала я напомню тебе об огромном значении воды. Вода – непременная составная часть всех живых организмов. И более того, их жизнедеятельность невозможна без воды. Вода – вот первооснова всего сущего. Но, к сожалению, люди не ценят это богатство. Запасы чистой и пресной воды уменьшаются с каждым годом. Нередко в наше время можно увидеть реки, загрязненные бытовым мусором и промышленными отходами. Мы, люди, даже не представляем, какой огромный вред приносим сами себе, загрязняя источник жизни – воду. Из-за этого воду приходится очищать. Сначала вода поступает из водоисточника на водопроводную станцию. Оттуда мощные насосы подают воду в системы дальнейшей очистки. На территории нашего поселка находятся водоочистные сооружения. Далее вода поступает в смесители, где вводятся химические вещества для ее обеззараживания. Затем в отстойниках происходит ее осветление. Оттуда вода поступает в резервуары для накопления чистой воды. И с помощью насоса по трубам подается в наши дома и школу. Но на территории нашего поселка еще есть природные источники чистой воды, которыми люди пользуются еще с давних времен. Поняла, что воду надо уберечь. И даром же люди говорят – цени жизнь, цени воду. Да. Наташа, куда пошла? Звони. Да, из реки ты воду пьешь. Да. Прямо пришла в речку, попила и ушла домой. Ты что, ее же очищают. И вот одни люди работают. Разные водоочистительные станции. Воды так много, на всех хватит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова